Да, несколько комментариев хотела к этому добавить по поводу того, что, к большому сожалению, полео вообще не находится в таком вот дискурсе в Украине, общественном. Но на самом деле в глобальном дискурсе полео очень-очень много обсуждается. И, например, одна из фигур таких значимых, которая очень часто поднимает эту тему, это был Гейтс, который очень многие финансируют усилия для индикации полеоэмилитов в мире. Потому что есть попытки для того, чтобы полеоэмилитов вообще не было в мире, так же, как это было сделано с натуральной осмой. И очень многие страны, очень многие международные организации участвуют в этом, и это тема, которая есть в глобальном дискурсе. К сожалению, она не очень обсуждается в Украине, хотя напрасно. И еще хотела сказать, что очень все зависит от отношения к качеству жизни и, скажем так, к подходу к защите граждан. Приведу такой пример. С нами работала преподаватель, один из лучших экспертов в вакцинации мирового уровня. Она из Финляндии. И одна из обсуждаемых тем, которая была, это то, что вы делаете с теми, у кого анафилактический шок на прививке. Она говорит, мы все равно подбираем вакцину, которую можно дать, чтобы этого не было. Мы кладем их там в стационар, их там всего единицы, но мы их делаем. И мы у нее спрашиваем, а зачем вы вообще с ними возитесь? Это же очень маленькое количество людей. И на что она нам сказала? Что у нас в Финляндии охват прививка на 98%. Когда они находятся на нашей территории, они полностью защищены. Но финны много путешествуют. И мы не уверены в безопасности наших детей на других территориях. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы у нас каждый ребенок был прививка, потому что мы много путешествуем. То есть все очень зависит от подхода, от качества жизни, от безопасности собственных граждан. И тот пример, который приводила Дори по поводу Израиля, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что там 95% охват, это очень высокий, хороший охват. Там была проведена кампания дополнительной вакцинацией оральной полиовакциной для того, чтобы предотвратить распространение, даже не заболевания, потому что там никто не заболел. А для того, чтобы предотвратить популяцию вируса в Израиле. То есть настолько высокое отношение к безопасности собственных граждан, в отношении того, что можно предотвратить. Ведь не все в медицине можно предотвратить, но это как раз то, что может. Вопрос от Ирины следующий. Я будущая мама, своих детей пока нет. Но я часто провожу время с маленькими детьми, моих друзей. Знаю, что часть моих друзей не вакцинирует своих детей. Если будет вспышка полинелита в Украине, какие есть риски для меня? Конечно, есть риски. Если человек полностью не привит. Поскольку речь идет о взрослом человеке, и мы не знаем, как он был привит, то на данный момент, проводя время с детьми, она может быть относительно спокойна. Опять-таки мы обсуждали вопросы горе-краснухи и так далее. Но по поводу полио она может быть спокойна. Но если вдруг начнется вспышка в Украине, тогда, конечно, многие взрослые будут рассматривать для себя вопрос о получении дополнительной дозы вакцины. Особенно если это взрослые, которые работают с детьми. Например, медсестры, воспитатели в детском садике. Например, доктора, педиатры и так далее. То есть если вдруг вспышка начнется, то, безусловно, взрослые тоже будут хотеть себя каким-то образом защитить. Потому что полио это такое заболевание, которое может поражать их взрослым. Что мы увидели в вспышке в Таджикистане в 2010 году. А в истории есть достаточно много известных фигур, которые были проблемами полио, и которые заразились именно во взрослом возрасте. Например, рузвель. А есть фигуры, которые заразились в детском и подростком возрасте. Например, известная Фрида Калла, по которой есть знаменитый фильм «Художницкий музыкант». Вот она была тоже, это называется, «Выживший после полио». Маша спрашивает, «Мой ребенок очень часто болеет ОРВИ. Врачи постоянно складывают вакцинацию, говорят, что можно делать прививки только здоровому ребенку. Как поступать в таком случае, я боюсь осложнений при прививке?» Осложнений на фоне ОРВИ, да? Если вдруг прививка сделана на фоне какого-то насморка небольшого, совершенно никаких не будет. И вакцина все равно подействует. Если для Маши это действительно проблема, и она не может найти место и хорошего детского иммунолога, который правильно проконсультирует, пусть она напишет нам на Facebook страничку Unicef, и мы ее отправим к тому доктору, который не боится таких вещей, и проконсультирует Машу, ее привьет, чтобы это была более конкретная, осязаемая помощь для нее, как для мамы. Потому что действительно бывают такие дети, которые все время кашляют при сопли. Ну да, придется к таким ребенком, никакой врач у нас не сделает прививки. Поможем Маше, если она пишет нам на Facebook страничку Unicef, Unicef Украина или Unicef Юкраина. А вот пишет нам Анна Грищенко. Большой вопрос. Хотя у меня нет вопросов. После того, как в юности, еще студентской, я взяла за перевод документов для растаможки вакцин детских. В процессе перевода поняла, что вакцины просрочены, и даты на упаковках будут просто изменены. Так в этой стране делалось всегда и будет делаться всегда. Не верю, что государство может защитить меня и моих детей. Таким образом, мы спонсируем фармакологические бизнесы людей, которые принимают решения о закупках вакцин на госуровне. И вот Анна для себя и своей семьи, принимая решение, берет на себя ответственность за здоровье своих детей, никакой вакцинации. Можете к этому прокомментировать? Я считаю, что вы сделали неправильную решение, естественно. И я предлагаю сразу идти в поликлинику. Попросить, чтобы посмотреть на упаковку вакцины, которая будет сделана вашему ребенку. И если вы видите, что это не обновлено, если это не обновлено, или что-то еще, пожалуйста, дайте нам знать. И если такая упаковка вызовет какие-то сомнения, в смысле даты, просроченности и так далее, то это связаться с нами, мы будем понимать. Your right is to look at the vial, to check it, to make sure that it's all right. И убедиться в том, что срок действия этой вакцины соответствует нескольким. Надо сказать, что наша конференция онлайн сейчас, она проходит в рамках европейской недели иммунизации, а там в свою очередь проходит в рамках мировой недели иммунизации. И там достаточно такой в этом году интересный девиз, который в виде вопроса к родителям, и на мой взгляд он не только к родителям, а и ко всем медработникам, который на английском звучит Are you up to date? То есть, есть ли у вас все знания на сегодняшний день? То есть, свяжи ли ваше знание на сегодняшний день? Так же быстро, как меняются наши айфоны, айкеды и все остальные компьютеры, так же меняются знания по поводу вакцинации. И вообще все против другого поведения с нас. Так вот, по поводу вопроса по срокам вакцины. Дело в том, что на территорию Украины приходят миллионные дозы вакцины. И на каждом флаконе, а сейчас у нас практически для каждого ребенка индивидуальный, да, шприц, индивидуальная доза, если вы недавно были в поликлиниках, то видели это. Или даже если это 10-дозные флаконы, все равно это миллионы-миллионы этих флаконов. И довольно трудно себе представить, что можно перебить на каждом срок годности. То есть, это огромный, колоссальный труд, это во-первых. И действительно, можно пойти проверить на каждой коробочке срок годности, на каждой коробочке, да. А во-вторых, дело в том, что сейчас бизнес международный, и, наверное, люди, которые читают политическую, экономическую прессу, он очень сильно зарегулирован, да, он очень-очень за ним следят. И дело в том, что производителей вакцин очень мало в мире по сравнению с производителями фармацевтических препаратов. И они достаточно наблюдают за своим, скажем так, реноме, да, за своим имиджем, за своим престижем. И они всегда принимают в стране, участвуют в приемке вакцины, когда она приходит. Поэтому, как ни странно это звучит, но, тем не менее, они тоже выступают гарантами в каком-то смысле того, что с их вакциной все в порядке. Потому что это большие мировые корпорации, и если они попадают в такой скандал в одной стране, это очень сильно их имидж нарушается везде, потому что их очень-очень мало. Еще раз повторюсь, их буквально известны до десятишек на весь мир, да, по сравнению с производителями медицинских препаратов. Хорошо, такая ситуация. Поставщик привез нам вакцину, которая соответствует срокам, но у нас ее неправильно хранят. Она может испортиться, может как-то повлиять. Ну, сначала я, наверное, отвечу, а потом прошу Дорик меня дополнить. Но, на мой взгляд, тут тоже есть немножко привратное представление. Дело в том, что хранение вакцины влияет в первую очередь на ее эффективность, но не на ее безопасность. И если вакцина неправильно хранится, например, ее заморозили, либо ее там как-то перегрели, либо что-то такое еще, то, скорее всего, она просто вообще не подействует, то есть это будет вода. Именно поэтому очень большие усилия во всех странах, во всех международных наблюдающих системах, вкладываются в то, чтобы нормально вакцина довозилась, нормально вакцина хранилась. И в том числе всемирная организация здравоохранения очень поэтому уделяет большое внимание, в том числе на территории Украины, я думаю, что Торик об этом скажет. Из практических советов родителям, какой я хочу дать, если вдруг вы покупаете вакцину где-то в третьем месте, например, ну вот решили вы, да, покупать на частном бренде вакцину по разным причинам, и вы ее несете с собой в лечебное учреждение, во-первых, вы должны ее носить только в специальной сумке для переносить вакцину, во-вторых, никогда не кладите вакцину на вклады элемент. В этой специальной сумке есть такие пластиковые штуки. Если они заморожены, то на них нельзя класть вакцину, потому что это для вакцины слишком холодно. Поэтому между этим вклады элементом и вакциной обязательно должна быть либо сама ткань сумки, либо какой-то там, не знаю, плотный картон, газеты сложные. В конце концов, комсомольская правда, например. Но не нужно класть вакцину на замороженные клады элемент. И, соответственно, когда вы ее покупаете, у вас должен быть чек, чтобы тот медработник, который ее вводит, видел время на чеке, когда им вакцина была куплена, и чтобы вы распечатывали при нем эту сумку, и он посмотрел, как она там лежала. Но, повторюсь еще раз, это имеет значение в отношении эффективности вашей вакцинации, но не ее безопасности. Да, я полностью согласна с коллегой. И я просто хочу уверен, что это звучит очень сложным. И, вероятно, вакцинация – это работа для медицинских и профессиональных вакцинации. Но, в действительности, в действительности, это происходит для так много миллионов детей в мире. И, в многих случаях, родители даже не могут проверить даты. И, в большинстве случаев, родители даже не могут проверить даты. И, в большинстве случаев, они не могут вообще читать, не умеют писать. Но, они верят в системе. И, если они не верят в системе, они не верят в системе, они хотят, чтобы их детей быть здоровыми. И, в мире, просто праздновали огромное событие в Индии. Индия была полио-проблемой, и, в таком, много лет. в Индии, с такими разнообразными логистиками. С холодной цепочкой полио-вакцины в каждом из последних городов и последних детей в последних городах. Отсутствие, повреждение и недостаточности в стране, до того, как это произошло. Я благодарю вас, что вы держите сегодня потому, что каждый раз, когда люди учатся, я уверена, что это не так. Но, мне кажется, что со временем осознание этой проблемы придет к более широким весам населения и, так сказать, охвата иммунизации увеличится. Вопрос от Ольги. Скажите, пожалуйста, какие прививки могут быть опасны для детей до года? Украины могут быть опасны для детей до года. Почему? Никакие. Никакие. Нет прививок опасных для детей до года. Скорее, я бы даже сказала, некоторые прививки являются более безопасными для более младших детей. Например, цельноклеточная вакцина против коклюша, которой всех нас прививали, она, ну, для маленьких детей, скажем так, переносится легче, чем для детей постарше, потому что у детей постарше она может больше вызывать температурных реакций. Однако есть разное время, в которое вводятся вакцины. Например, опять-таки не из-за безопасности, а из-за эффективности. Вакцины, впрочем, в коре, вводят в некоторых странах, начиная с 6 месяцев, в некоторых, начиная с 9, а у нас в год. Но это для того, чтобы она подействовала, потому что там есть всякие конференции с материнскими антителами, в общем, со всякими вещами, которыми я не хочу перегружать нашу онлайн-конференцию, но это больше про, ну, эффективность вакцинации. Поэтому есть разное время введение вакцины. Например, для маленьких, опять-таки, показана вакцина против ротовируса, которой нет в украинском календаре, но она есть у нас в рекомендованных вакцинах, и некоторые родители ее делают. Это вакцина, которая предотвращает, ну, поносы рвоты у детей, да, которые, там, очень часто страдают в первые несколько лет жизни. Так вот, ее, наоборот, вводят только очень маленьким детям. А детям постарше это уже не имеет смысла, потому что они уже много раз перезаразились и уже успели побывать в больнице, и уже, как бы, ну, немножечко опоздали. Поэтому нет таких вакцин, которые опасны для маленьких детей. Это был последний вопрос от наших читателей. Если вам есть что добавить, пожалуйста, вам слово. Ну, как мы обсуждали вот эти все вопросы, они проводились в нашей конференции в рамках Европейской недели иммунизации. И НЕСЕФ и НВДУ уже многие годы в России одесский фонд НЕСЕФ и ОССР проводят эти недели уже очень много лет. Даже если это недели, мы здесь все года, и каждый день, как Катя сказала, Мы хотим уверен, что страна избежит от полиолита. И если люди имеют вопросы и вопросы, то очень важно их обеспечить, чтобы мы понимаем и объясняем их в правильном способе. Поэтому необходимо их поднимать, мы должны найти вопросы, дать ответы и все объяснить, чтобы у нас получилось правильное понимание. По поводу вакцинации вообще хотелось бы добавить, что в мире есть столько ужасных вещей, которые нельзя предотвратить. Есть многие виды рака, которые невозможно предотвратить. Есть какие-то трагические случайности с авариями на дорогах, которые невозможно предотвратить. И в медицине есть куча вещей, которые совершенно невозможно предотвратить. Но, к счастью, теперь из-за того, что наука пошла далеко в себя, есть инфекционные заболевания, которые предотвратить можно. И избавить человека от смерти, от инвалидности, от того, что у него просто месяц выпал из жизни и он не поехал в отпуск, например, или не заработал деньги на работе. Поэтому все, что можно предотвратить, нужно предотвратить. И один из девизов этой недели иммунизации это то, чтобы предотвратиться, защитить и иммунизировать. Я так правильно поняла, у вас есть страничка в Фейсбуке, куда каждый желающий может обратиться со своими вопросами. Есть страничка «Юнисеф Украина», на которой можно написать в виде месседжа, так и в виде поста, присоединившись на страницу. У меня есть моя личная страничка, на которую, безусловно, можно тоже написать. Очень часто люди пишут мне в личку уже способы, а что нам делать в таком случае или в таком случае. Но, конечно, очень удобно, когда это попадает на юнисефовскую страницу, потому что тогда и представители вуза это видят. И очень важно открыто обсуждать вопросы родителей, понимать, что их беспокоит, какие у них нужды. Потому что очень часто благодаря родителям мы узнаем какие-то вещи, которые мы впоследствии можем посоветовать докторам. Например, какие-то дополнительные советы, которые они могут дать. Или какие-то более понятные объяснения для некоторых вещей, которые они могут дать. Поэтому очень важно чувствовать обратную связь от родителей. Не только от родителей, а от взрослых тоже. Ну что ж, спасибо. Здоровья всем! Спасибо большое!